АРЕНА СОБЫТИЙ В прямом эфире у нас сегодня в гостях заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха-Якутия Дмитрий Семенович Антонов. Дмитрий Семенович, категорически приветствую. Добрый вечер, Владимир. Да, рад видеть. Мы сегодня будем говорить о переходе на поселенческий принцип формирования тарифов на тепловую энергию. Но перед этим позвольте я вас поздравлю с юбилеем Госкомцен комитета по ценовой политике. Это, по-моему, такой серьезный юбилей. Как отметили, я знаю, как отметили, я хочу, чтобы вы зрителям рассказали, что на работе. По-моему, так. Спасибо большое. В этом году органы ценообразования Республики отмечают 50-летний юбилей со дня создания. Действительно, мы отпраздновали его в рабочей обстановке. Мы провели расширенное заседание коллеги и общественного совета комитета. На это заседание к нам приехали наши, так скажем, руководители из федеральных органов исполнительной власти. Вместе мы все обсудили проблемы тарифного регулирования, с чем мы сталкиваемся, выработали какие-то подходы по улучшению всего этого процесса. Мы договорились, что все эти проблемы мы будем говорить на федеральном уровне, будем выносить их на федеральный уровень, чтобы проблемы, которые мы сегодня имеем, начали сдвигаться. Чтобы сфокусировать внимание федеральной власти. Хорошо, давайте будем говорить уже по существу. Поскольку от структуры тарифов вообще зависит очень многое, на самом деле, и в Республике этому уделяется колоссальное внимание. Это уж точно. Но прежде чем обсуждать эту тему перехода, давайте я спрошу вообще, как формируются тарифы на энергию? Ну, тарифы, даже цены, независимо на любой вид услуг, будь то коммунальные услуги, будь то продукты питания или, предположим, автомобили, определяются следующим образом. Делятся все затраты на производство того или иного вида товара, услуги и делятся на количество оказанных услуг. В нашем случае это тепловая энергия. Все затраты на содержание котельной делятся на так называемый объем полезного отпуска. То есть на тот объем продукции, который выдает котельная. Соответственно, чем ниже объем полезного отпуска, соответственно, тем выше тариф. И обратно это зависит. Чем он больше. И почему складывается такая ситуация, что в Якутске это от полутора до двух тысяч, если я не ошибаюсь, да? А в каких-то местах он может достигать десятка тысяч рублей за гигакалорию, да? Ну, вот как я и говорил, что это связано с объемом полезного отпуска. Если, смотрите, взять за пример село Тумул, хангаласского Улуса, там вырабатывается всего 400 гигакалорий в год. На это тратится порядка 4,5 миллионов рублей. Таким образом, мы получаем средний тариф в размере 16,5 тысяч рублей. А в городе Якутске основной поставщик тепловой энергии это Якутсенерго. Затраты на содержание системы теплоснабжения Якутсенерго составляют порядка 5,7 миллиарда рублей. Но в то же время Якутская ГРС-1 и теплоэлектроцентраль вырабатывают свыше 3,5 миллионов гигакалорий. Соответственно, объем продукции существенно выше, чем в этом селе. Соответственно, мы имеем тариф всего 1500 рублей за гигакалорию. Влияет ли вид используемого топлива? Ну и понятно, что влияет. Каким образом? И расстояние, на которое его надо зависеть? Безусловно, конечно, немаловажную роль в размере тарифа влияет и вид используемого топлива. Самый дорогой вид топлива у нас электроэнергия. Самый дешевый – это газ. Газ дешевле? Газ дешевле, безусловно. Нет, дешевле всего, я имею в виду. Да, да. Также влияет расстояние завоза топлива. В некоторой территории у нас топливо завозится до двух лет на расстояние свыше 4000 километров. Также влияет и вид используемых технологий – современные или морально устаревшие. Также и степень износа оборудования. Ну и вот, собственно говоря, какие такие существенные изменения в ценовой политике, в тарифной произошли в этом году? Ну, в этом году у нас произошло поистине революционное свершение. С 1 июля 2016 года мы перешли на поселенческий принцип установления тарифов в республике Саха-Якутия. За исключением Алданского, Нюрингеринского, Мирнинского, Ленского районов и города Якутска. В этих районах и городских поселениях всегда тарифы установились в разрезе поселений. Долго к этому шли? Эта работа у нас проводилась с 2008 года. Впервые это было обсуждено на нашей коллегии в Мегино-Кангаласском районе. За это время нами была проведена научно-исследовательская работа, которая показала положительные результаты, положительный эффект на социально-экономическое развитие республики. Дмитрий Семенович, вот сейчас будем подробно уже об этом говорить. А пока уходим на рекламу. Две минуты пройдут очень незаметно. Мы вновь в студии, и я напоминаю, что в гостях у арены событий сегодня заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике республики Саха-Якутия Дмитрий Антонов. Дмитрий Семенович, давайте продолжим. Предысторию рассказали. В чем были недостатки прежнего принципа формирования тарифов? Для чего переходить пришлось? Практика установления единых тарифов в среднем по району или по группе наслегов, она имела ряд существенных недостатков. Во-первых, это порождало перекрестные субсидирования внутри каждого района. Допустим, потребители центральных населенных пунктов, районных центров были вынуждены субсидировать потребителей, находящихся в отдаленных и мелких населенных пунктах, где, как правило, сосредотачивались маломощные и высокозатратные котельные. Давайте своими словами скажу. Перекрестное субсидирование, снижение затрат для одних посредством других. Совершенно верно. Переложением вот этой вот дельты какой-то там. Совершенно верно. Ну и, соответственно, вот эта дополнительная нагрузка на потребителей районных центров сказывалась на конкурентоспособности центрального отопления. Это особенно ярко выглядело в тех районах, где потребитель мог, имел возможность выйти на автономное отопление. Это газифицированные районы, там, где было электротопление. В общем, это порождало уход. Уход потребителей на автономное потребление. Ну и самый главный плюс нового подхода, главный недостаток, вернее, старого подхода, это полное отсутствие инвестиционной привлекательности в мелких котельных, сосредоточенных в отдаленных населенных пунктах. Само собой понятно, что никто никогда не вложился бы в котельную, где себестоимость тепловой энергии составляет 15 тысяч, 20 тысяч рублей, а доходы она приносит всего в размере тарифа 5-6 тысяч рублей. Само собой, даже если инвестор снизит расходы по такой котельной хотя бы в два раза, он все равно не достигнет того доходного уровня, чтобы отбить свои доходы в капитальные вложения. Чтобы отбить расходы. Да. Понятно. Ну а если говорить о преимуществах перехода на поселенческий принцип, то в чем они, эти преимущества? Ну вот эти все отрицательные стороны предыдущего подхода к регулированию, они являются положительными сторонами нового подхода. Но особо хотелось бы подчеркнуть, что при новом способе установления тарифов у нас существенно повысилась прозрачность тарифного регулирования. Допустим, если до прошлого года потребитель или какое-то заинтересованное лицо пыталось узнать, сколько расходов на тепловую энергию учтено по тому или иному населенному пункту, ему как минимум нужно было обращаться к специалисту по ценообразованию. На сегодня же любой человек может открыть расчет тарифа по тому или иному населенному пункту и посмотреть, сколько там учтено полезного отпуска, какие объекты подключены к котельной, сколько учтен расход топлива, какие потери, сколько человек работает, какой расход топлива, сколько затрат учтено на ремонт и так далее. И, собственно, все заинтересованные лица могут уже посмотреть, дать свою оценку правильности того решения, которое мы приняли, предложить свои какие-то возможности по оптимизации затрат или уже рассмотреть свой инвестпроект с учетом доходности. А кого касаться будут, собственно говоря, вот эти вот новые тарифы? Ну, тарифы касаются всех нас, и вас, и меня, в том числе, и всех потребителей. Но переход на поселенческие тарифы касается, в первую очередь, потребителей ГУПа ЖКХ, Теплоэнергосервиса и нам, Коммун Теплоэнерго. Последствия какие будут для этих потребителей? Во-первых, для тех... Как изменятся расходы, собственно, да. Следовательно, что в отдаленных населенных пунктах, где сосредоточены мелкие котельные, там ожидается опережающий темп роста тарифов. В этих населенных пунктах... Что это такое? Опережающий темп роста тариф? То есть у них тарифы возрастают свыше среднего значения. Допустим, если средний темп роста тарифов составлял у нас по республике на 15-й год в размере 13-14%, то по этим населенным пунктам рост тарифов может сложиться существенно выше. Там и 20, и 30... Ожидаемый. Да, понятно. Соответственно, те потребители, которые находятся в этих деревнях, населенных пунктах, они получат опережающее удорожание своих расходов. Это в основном учреждения местного бюджета. Это у нас администрации, это у нас ФАПы, это у нас клубы, спортзалы, детские сады и школы. В основном это 98% всех потребителей, это бюджетные потребители, финансируемые из бюджета. Понятно. Опять-таки, для тех потребителей, которые сосредоточены уже в районных центрах или крупных населенных пунктах... Которые ранее субсидировали фактически, да? Да. Вот для них ожидается снижение рост тарифов. Для 70 населенных пунктов произошло абсолютное снижение тарифов относительно прошлого периода. А те, кто не получил снижение, они почувствовали замедление темпов роста тарифов. Так. Таким образом, те потребители, которые в районных центрах, они получают у нас удешевление. Это у нас жилфонд в основном, это у нас учреждения республиканского, федерального бюджета, это школы, это у нас управление, отделение федеральных структур всевозможных. Кроме того, в основном, две трети прочих потребителей сосредоточены у нас в районных центрах. Это предприниматели. Так. Ну, по предпринимателям вообще надо отдельно поговорить. При принятии... Вот давайте их коснемся, потому что, ну, собственно говоря, я вспоминал, да, форум, независимый форум предпринимателей. Там этот вопрос был вынесен просто отдельным пунктом во второй половине работы этого форума. И я знаю, что приезжала Антонина Борисовна туда. Да, да, да. Мы откидно участвуем. Винокурова, да. И разъясняла, и выяснилось, что и для предпринимателей очень многое из разъясненного ей явилось новостью. Что предприниматели? Как я говорил ранее, мы более подробно рассмотрели влияние нового подхода именно на расходы предпринимателей. Нам были изучены все 925 потребителей группы ЖКХ, нам, кому не теплоэнерго и теплоэнергосервисы, подключенные к отельным. И что мы выяснили, оказывается, для 721 потребителя, предпринимателя, произошло снижение или замедление темпов роста тарифов. А для 204 складывается опережающий темп роста тарифов. Это как раз те, которые находятся в отдаленных. Да, в отдаленных населенных пунктах. Какие действия были предприняты, чтобы поддержать, чтобы не допустить увеличение расходов у таких потребителей? Для этой группы. Да. Если для бюджетных потребителей там все понятно, там соответствующий уровень бюджета, включат в смету содержания дополнительные расходы, то предпринимателям, прочим потребителям поддержки искать как будто бы неоткуда. Поэтому мы, имею в виду правительство и УТМН, внесли изменения в закон о льготных тарифах, для того, чтобы сохранить прежнюю филиальную схему установления тарифов. Филиальную? Предприниматели. Эти товарищи, 204 предпринимателя, они у нас все зафиксированы. Мы их всех уже утвердили своим приказом. Мы знаем их все поименно, знаем, где они находятся. Поэтому они у нас, в принципе, защищены от этого. Но вы знаете, это какие-то сплошь положительные стороны в этом переходе. Я не вижу ни одной отрицательной. И даже те, кто пострадал, вроде не пострадал, получается. Ну, в принципе, да. Так оно и есть. Пострадал только у нас, наверное, бюджет. Бюджет, потому что берет на себя вот эти дополнительные расходы. Что касается населения, заметит ли оно, вот все-таки вопрос по жителям, по гражданам, да? Заметит ли население переход? Население никаким образом не почувствует этого перехода, потому что население платит по льготным тарифам. Средний процент окупаемости у нас составляет 26,5% по тепловой энергии. Поэтому население никаким образом не заметит этого вопроса. Сколько бюджет сейчас тратит на, как это сказать-то, на субсидирование, да? Ну да. Я слышал эту колоссальную цифру еще год назад. Но вот что-то, ну так же, наверное, тратят. Оценки на 2016 год, они еще не завершены. Вот уточнение бюджета, государственного бюджета будет только в ближайшее время проводиться. Но цифра это порядка 19 миллиардов рублей в год. Понятно. Давайте вот о чем поговорим. Собственно, уже немножко времени остается. Давайте какие-то предварительные итоги подведем. Вот тарифы изменились 1 июля. И работают уже фактически там, ну, получается, 3 месяца, да? Какой эффект? Ну, основным преимуществом поселенческих тарифов, как я говорил ранее, это повышение инвестиционной привлекательности объектов теплоснабжения в отдаленных населенных пунктах. Сегодня уже теплоснабжающие организации, они начали пересмотр своих инвестиционных программ. Они, то есть, заходят в те отдаленные населенные пункты, где раньше они не могли зайти, потому что не было инвестиционной привлекательности. Сегодня они думают, как снизить свои расходы, как увеличить доходы там. Вот, к примеру, в начале нашей беседы я говорил про село Туму Хангаласского района. По словам директора Хангаласского филиала ГУП ЖКХ, они уже планируют в этом населенном пункте увеличивать полезный отпуск за счет подключения жилых домов. Соответственно, даже если они подключат 3-4 дома жилых, то тариф в этом населенном пункте снизится с 16,5 тысяч рублей до 8 тысяч рублей. Сразу резко? Сразу же резко. Соответственно, вот эта экономия, увеличение доходов, мы, конечно, некоторое время ее сохраним в тарифах, пока они свои расходы и капитальные вложения не отобьют, а потом это уже будем снижать в тариф. Понятно. Инвесторы выражают уже, насколько я понимаю, желание прийти. Уже муниципальные образования, которые давали в аренду свои котельные, которые эксплуатировали ГУП ЖКХ, они уже забирают эти котельные обратно себе и передают ее частникам. А частник никогда не пойдет туда, где ему невыгодно, где нет прибыли. Соответственно, это уже говорит о инвестиционной привлекательности, уже говорит о том, что вот эти отдаленные, самые разбитые котельные, они уже приносят доход. Дмитрий Семенович, спасибо вам большое за встречу. Я напоминаю, что в гостях у нас был заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике Дмитрий Семенович. Спасибо.